Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Всё так. Вот именно. Добрый день, Наталья Ивановна. Добрый день. Вы знаете, готовясь к этой передаче, я обнаружил такой интересный факт о султане Саладине. Оказывается, его имя упоминает Данте Алигейри в «Божественной комедии». Всё так. И помещает его, конечно же, в Крукада, как неверного, но в первый Крукад или в Лимб, там, где находятся такие, в общем, непростые люди, как, скажем, Цезарь, как Гомер, как Гораций, как Авидий, как Лукьян. То есть люди всё достойные, и их единственная вина в том, что они родились до рождения. Да, принадлежали. А Саладин родился после креста. Но они не испытывают никаких мук. Никаких. У них просто нет перспектив, так сказать, в жизни. Уже жизнь прожита, земная. Но мук никаких. Никаких. И вот там оказался единственный человек, который уже родился после рождения Христа и не имел никаких прав на попадание в этот круг. На всякий случай скажу, что, как мне кажется, великий и гениальный Данте слегка ошибся, но это не ошибка. Он просто последовал за легендой, за мифом. А мифы о Саладине одни из самых, ну, витиеватых, что ли, они напоминают искусство Востока. Потому что мифологизированы многие. В том числе, допустим, предполагаемый его друг Ричард Львиное Сердце. Скорее всего, они все-таки не встречались. Но что-то общее между ними было. Но мифы о Саладине, они изысканы, как восточный узор на ковре. Во-первых, о нем написали очень многие люди. Его биографы насчитывают, ну, больше десятков. Но самое интересное, что о нем в восхитительных томах ладно арабские биографы, для которых он их Петр Первый, вот. Но и христианские биографы пишут о нем в восторженных томах. То есть он как бы продукт мифа двух цивилизаций. Пожалуй, да. И дело в том, что я тоже над этим думала, почему сотворены такие мифы. Вот о Ричарде Львиное Сердце миф. Потому что Ричарде Львиное Сердце, как английский король, был совершенно непригоден. Он Евангелие-то за 10 лет правления провел несколько месяцев и ограбил страну неоднократно. В мифах, в легендах, в балладах. И Саладин преувеличен невероятно. Каковы его заслуги объективно-исторически, мы с вами вспомним. Видимо, эпоха, 12 век, крестовые походы. И в ответ та священная война, Саладин назвал священный поход. Джихад. Джихад. Он первым провозгласил священный поход против христиан. Вот источник этих мифов, а стилистика от того, какой цивилизации эта фигура принадлежит. В сущности, исток 12 век, век рыцарства и век крестовых походов. Недавно вышел фильм «Царствие небесное», замеченный публикой, с интересом смотрели очень многие люди. Вот смело авторы подняли эпизод из крестовых походов «Падение Иерусалима» в 1187 году. Они работали очень добросовестно. Кроме какого-то очевидного нюанса, что у них главный командующий обороной Иерусалима почему-то по происхождению кузнец, для чего они это сделали, неизвестно. Он был барон вполне полноценный наследственный. Вполне барон. Но все остальное сделано с таким интересом, с таким вниманием к деталям. Ну, например, осадная техника, приемы боя. Все совпадает в этом фильме «Царство небесное». На мой взгляд, почти до идеала. Почти до идеала. Никаких вот этих глупых мелких провалов. Как хорошо психологически передано, что в сущности каждый, кто принял участие в крестовых походах, у него нес с собой свою мечту. От мечты, мечта зависела от ряда обстоятельств, домашних, психологических, экономических, но была мечта. И там, на востоке, она либо воплощалась, либо погибала. Вот этот романтический ореол вокруг крестовых походов, он и создает романтический ореол этим героям, в том числе Саладину. В сущности, он связан прежде всего с третьим крестовым походом, а третий крестовый поход – 1189-1192-й – один из самых знаменитых. Потому что он начинался как поход трех королей – Фридриха Барбароссы, Ричарда I Львиных Сердца, Филиппа II Августа Французского. И они все трое были уже героями наших передач. И они были. Это их очень украшает история. Я так считаю. Но Саладин был первым, кто организовал реальную оборону и наступление затем против крестоносцев. Поэтому два слова о том, а что же это случилось? Крестовые походы. В 1095 году на юге Франции, в городе Клермоне, папа Урбан II произнес призыв крестьянам отправиться на восток и освободить Иерусалим и окружающего земли, связанные с жизнью и деятельностью Христа от неверных. Гроб Господний. Гроб Господний. Торок сельджуков. И прежде всего храм гроба Господнего. Храм Господний. Вот освободить его, ну и все эти святыни, и Голгофа там, и все, и все. И поросительный энтузиазм. Около 100 тысяч человек, считают современные исследователи, отправились на восток. Совершенно не зная, куда они идут. Причем первыми двинулись крестьяне, которые вообще не вооружены, с криком «так хочет Бог». Что их-то толкнуло? В речи Урбана II есть такая мысль, которая прямо адресована, можно сказать, крестьянам. Кто здесь гористен и беден, там будет радостен и богат. Они шли за радостью, помимо религиозного чувства. Нельзя отделять одно от другого. Без этого религиозного чувства они бы не пошли. Но вот, например, критический XVIII век просвещения налепил на крестоносцев несколько потрясающих ярлыков. Крестовые походы. Странный пример человеческого безумия, эпидемическая болезнь и так далее. Они очень резко, грубо об этом отозвались. Где-то не так давно предыдущий папа римский произносил извинения за крестовые походы. И это тоже очень важно, существенно. Потому что этот порыв у кого-то абсолютно искренний, у кого-то сочеталось и материальное стать радостным и богатым с духовным порывом. Все-таки вот этот порыв, он принес много бедствий. И бедствий и европейцам, и, конечно, жителям Ближнего Востока. И вот то, что здесь так выдвинулся Саладин, восславило его имя прежде всего. Чем он славен на сегодня? Вот, считайте, что он сделал? С 1171 года правитель Египта. А происхождение? Курт. По происхождению Курт. Ни шейх, ни эмир, нет. Он не родился правителем. Мы мало знаем очень о раннем периоде его жизни, как считают специалисты. Он не родился правителем, его первое имя Юсуф, а Салахадин или Саладин – это прозвище очень важное, что означает благочестие и веры. Ему как бы родственники, родняк, на роду написали «Быть защитником мусульманской веры». И вот эта надпись, как бы мистическая, такая виртуальная надпись, вела его по жизни на самом деле. Родился в 1138 году в Тинкрите, деревушке посреди страны Курда, в правый берег Тигра. Любопытно, что в этой же деревушке родился Саддам Хусейн. Это тот самый Тинкрит? Да. И во времена Саддама... Но Курд, но Курд. Во времена Саддама Хусейна, который с Курдами обходился известным самым безобразным образом, был культ, в Ираке был культ Саладина. Почему? Забыв, отодвинув, что он курд, помним, что он суннит. И он категорически стоял на защите именно суннитской версии мусульманства. Написав ему виртуально на роду вот такую судьбу, родственники на какое-то время как бы и предопределили его. Его родня не последние люди. Это люди на службе у халифа, но его дед, полководец халифа, фатимитского халифа Нур-Аддина. Вот он в такой приличной семье. И мы его отдали обучаться. Религия, книги, стихи, философия, увлечение поэтами суфиями. Ну, например, походить на Бога, погружаться в Бога. Вот такая судьба. Кажется, это юноша, интеллектуал. Меч в его руке незаметен. И он начал карьеру политическую, как мы скажем сегодня, и военную в 32 года. Ну, это поздно, это уже пенсия для него. Поздно, а прожил до 55. То есть вот вся вот эта следующая фигура, как бы Саладин-2, вместо тихого, поэтичного, философствующего Юсуфа, рождается и довольно резко. Полководец, политик, правитель, султан и достаточно жестокий человек. Чтобы нам все-таки не впасть в ту же самую идеализацию и, может быть, мягко ошибку Данте, мы должны видеть его более объемно. Ну, во-первых, в качестве он, конечно, выдвинулся на службе, на военной службе, куда его прихватил, так сказать, его дядюшка из семьи Юбидов, основав новую династию Юбидов. Он выдвинулся, дядюшка как бы толкнула его на военную карьеру. И считается, что он, дядюшка при поддержке Саладина Молодого, предотвратили захват крестоносцами Египта. Очень, возможно, очень реально. А дядя был генералом, да? Генералом халифа, великого эмира. Полководец, полководец. И вот этот молодой еще, но не юноша, 32-летний человек, вдруг проявляет качества, которых никто не мог ожидать от этого поклонника поэзии, философа, религиозного, достаточно, видимо, фанатичного, но не тогда не воинствующего, а погруженного вот в это слияние с Богом, в идеи. Никто от него не мог ожидать. Такой энергии, такого умения командовать, умения построить войска, а самое главное, вывинуть идею. Вот я думаю, что первое главное восхождение Саладина стоит в том, что он вместо так частичной местной обороны движением крестоносцев на Западе, выдвинул мысль. Священный поход навсегда остановить их. Но что такое крестоносцы на Ближнем Востоке? Не будем говорить про кровавое безумие, но скажем, что идея-то утопическая, конечно, нереальная. Когда первый крестоносцы... Священный поход, что небесное. Вот-вот. Вот-вот. Но там выстроить его реально, в этой пустыне, когда они туда шли, но особенно крестьяне, они представления не имели, как это далеко. Хроники скранили, например, такие детали, когда вот эти орды, толпы несчастных, полуголодных, жаждущих поесть, поэтому совершающих погромы, крестоносцев двигались по Германии, к примеру, увидели там соборы, вершинку собора, спрашивали, скажите, это не Иерусалим? Реальности они не представляли. И поэтому это мир отчасти ирреальный. Они действительно строили царство внутри, но сталкивались с жизнью. И вот руководителем этого реального столкновения с сопротивлением стал Саладин. Но он не оборонец, он завоеватель. Он свое-то царство, не небесное, создал реальнейшими завоеваниями. Он заявал области в Северной Африке, Барку и Триполи, Йемен, подчинил реально Дамаск в Сирии, затем всю Сирию, северную часть Месопотамии. И только потом пришел к идее священного похода. Это Наталья Басовская. Все так. Вы слушаете программу «Не так», которая «Все так», такой аналог. Наталья Басовская у нас в студии. Еще раз добрый день, Наталья Ивановна. Добрый день. Султан Салаха-дин, он же Саладин, он же не был султаном. Как он стал султаном? Подозрительно. И довольно не все точно можно понять из работ специалистов. Но проступает, что, скорее всего, все-таки это форма узурпации. Вот начинаются наши сомнения в идеализированном образе Саладина. Он был назначен первым министром за свою энергию, за такое выдающееся качество, умение, как мы сегодня сказали бы, работать. Халиф Аладид назначил Саладина министром, визирем, первым министром. Но в Египте он чужеземец, сириец. Сирийцем называли людей курдского происхождения, евреев часто в это время называли сирийцами. Вот люди такого ближневосточного происхождения. И довольно быстро придворные стали его бояться. Уж больно решителен, при хворающем султане выдвигается своей энергией немыслимой, и затеяли его убить. Было задумано убийство, вполне продуманное. Был отправлен человек, возглавил, как это часто бывали, тот, кто евнух руководил гаремом султана. Эти люди вообще при дворах Востока играли какую-то особенную роль. Но просочилась информация, опять, как мы скажем сегодня, по пути к тому месту, где должен был он застать Саладина и убить его. Потом пошла молва, что султан сам ему в руки дал нож, которым Саладина надо убить. Был схвачен этот евнух, Саладин прознал, был подвергнут страшным пыткам, во всем признался. Пытки в Саладина не смущали. Идеалом он, конечно, не был в те времена, это вообще по отношению к врагам Никова Милосердия. И он расправился с этими заговорщиками очень организованно, четко, жестоко. Должна была подстраховывать покушение нубийская гвардия. Темнокожие стражи султана. Они были перебиты без всякой пощады. После этого только страх вызывал Саладин при дворе, и больше никто не смел. А визирь, а султан вскоре умер. Как-то. Как-то. Но главное вовремя. Вот так выдвинулся этот человек, который, конечно, вот жил уже вторую свою жизнь. От философии и поэзии, перейдя к решительным действиям, придворной деятельности, и я уже упомянула, проявляя себя все дальше и дальше, как успешный полководец, завоеватель, создавший некое такое пока рыхлое образование на Ближнем Востоке государственное. Оно должно было противостоять крестоносцам. Оно не могло не противостоять. Это как бы соседи западноевропейских государств, прежде всего Иерусалимского королевства, которое они там создали в 1086 году. В 1096 году. Простите, пожалуйста. В 1096 году. В ходе первого крестового похода. И которое было попыткой, существовало с разными перерывами до конца 13 века, переселить часть Западной Европы на Ближневосточную почву. Утопическое, конечно, я думаю, абсолютно, но было вложено много в это сил, энергии. Западноевропейскому рыцарству стало тесно в регионе западноевропейском. С 11-го, с 10-го даже, конца века, с конца 10-го действовал принцип Майората. Все земельное владение, а это и есть все богатство, доставалось только старшему сыну. Куда деться? Средним и младшим. Так и называлось. Проблема средних и младших сыновей. Им некуда деться. Им, как в известной сказке тоже, кстати, западноевропейской, мог достаться только кот. Вот одному сыну мельница, а другому только кот. То есть одному недвижимость. Да, да и не все коты оказывались такими волшебными. В сапогах, да. Эта сказка передает какой-то отзвук тех проблем, ментальностей, которые очень заметно были в Западной Европе в расцвете Средневековья. Им некуда деться. Продать свой меч тоже пока невозможно. Еще нет сильных, крепких, централизованных монархий, где будет создано постоянное войско. Не регулярное, но постоянное. Действуют отряды. В этих отрядах рыцари очень быстро и легко лишенные наследства, вот эти средние и младшие сыновья, превращаются в разбойников. Рыцарский разбой становится бичом Западной Европы. И в призыве церкви к ним тоже пойти на восток могло содержаться и это стремление умиротворить Европу. И дать там земли. Отлично. Главное. Вот совершить такой выход части буйного рыцарства туда, в новые земли и под красивой религиозной идеей одно другому как бы совершенно не противоречит. И вот это Иерусалимское королевство, оно было суперобразцовым феодальным государством. Идеальным, идеологическим. Они пытались сделать идеальным. Не только идеологическим. Есть, сохранились такие Иерусалимские асизы. Они разработали свод права. Более совершенно описанный и зафиксированный, чем в Западной Европе того времени. В Западной Европе эти же нормы действовали часто по традиции. Здесь их зафиксировали. Пытались предотвратить распри в своей среде. Пытались обеспечить гарантированное поступление ренты от крестьянства. А крестьяне этнически иные в основном. И традиции культуры, и сельского хозяйства, и торговли здесь другие, чем в Западной Европе. Но они бились над тем, чтобы сделать это королевство реальным. И вот в упоминавшемся сегодня в фильме «Царствие небесное» показано событие падения Иерусалима в 1187 году. Королем был Гиде Лузиньян. Он правильно показан. Французский представитель французской знати из Пуату. За этот королевский престол в Иерусалиме бились видные представители Западной Европейской знати. И в этот момент это был Лузиньян. Лузиньяны были дальними родственниками Ричарда Львиное Сердце. Потом он их посадил на Кипре. Они там до конца 15 века были. Этот Гид вошел в историю воспоминаний современников как неудачный правитель. Неумелый правитель. Недальновидный правитель. Который в интеллектуальном состязании с Саладином все время проиграл. Саладин умел себя окружить умными, толковыми, исполнительными людьми. А у Гиды Лузиньяна всякие выходки допускали из его окружения. Его неудачно избранные им советники. А когда и не советовался. И в конце концов получилось так по не вполне ясным причинам. Что не он руководил обороной Иерусалима. Он же вышел с войском. Не он руководил, а вот это самый барон Эбелин. Но сам Лузиньян оказался в плену. И Саладин его отпустил. Вот тут мы подходим. Кстати, в некоторых хрониках арабских описано, почему он его отпустил. Он считал, что лучше во главе крестоносного воинства будет стать слабый, некомпетентный, заносчивый правитель. Очень верю. Был умен. Вот это безусловно. То, что он до 32 лет только интеллектуально и духовно развивался, вещь невредная и для завоевателей. И редко сочетаемая в одном лице. А у него получилось вот это сочетание интеллектуальной жизни и способностей его эпохи. Его семьи рыцарской, военных, скажем, редкое сочетание. Поэтому оно его так и выдвинуло. И вот тут высшая точка идеализации Саладина. Иерусалим пал. Это большая трагедия. Зиньян вообще бестолковый правитель. Барон Эбелин как бы делал все, что возможно. Но силы были слишком неравны. И вот город, который уже был под властью христиан 80 с лишним лет. А это исторический срок. Да. Как мы хорошо ощущаем, что такое несколько десятилетий. Одной системы. Да. И падение этой системы. Мы это знаем не понаслышке. Вот пал город после 80 с лишним лет христианства. Как описано и в хрониках. И, например, знаменитой истории крестовых походов французского романтика Мишо. Наверное, лучшая романтическая версия падения и горя христиан. Вот они в горе. Они рыдают. Они целуют те места, по которым они считали проходил Иисус Христос. Они ведь все обрисовали там. И его крестный ход. И Голгофу. Насколько точно, это никто никогда уже не узнает. Но для них это было точно. Целовали эти возможные следы Христа. Рыдая шли по крестному этому пути. Прощались с Голгофой. И все это наблюдал победитель Саладин. И вместо того, чтобы учинить резню, как это сделал Ричард Линое Сердце, когда он захватил Акру. Две с половиной тысячи мусульман были жесточайшие. Сначала их почему-то раздели, а потом изрубили. А здесь нет. Он наблюдает. И как пишут все источники, вы совершенно верно сказали, Алексей Алексеевич, и арабские, и христианские, что там не было злорадства победителя, было что-то даже такое красивое, но умен был человек. Он сказал несколько ободряющих слов королеве Сибири, сестре Лузиньяна, даже слова какие-то ободряющие, и сказал, что они могут вынести то, что они могут унести на себе. И когда увидел, как пишут хроники, что многие несли на себе престарелых, родных, известные сюжеты в Средневековье не раз было, раненых, был так растроган, так умилен, и обожди на что он ничего нового не увидел. Он знал это, но умел рисовать свой образ. Что он назначил очень маленькую плату за выход из города. То есть выкуп, да, выкуп. Реальный, да. Реальный выкуп, который можно заплатить. У многих не было этих средств. Тогда он разрешил им выйти без выкупа. Скольким-то, цифры разные. И тут выяснилось, что они, выйдя из города, просились на генуэзские корабли, чтобы плыть. Ну да, как-то надо было из пустыни-то уйти. Надо же уплыть, да. И жадные генуэзцы, они всегда в истории Средневековья были жадными. Причем и арабские источники, и христианские. Все об этом пишут. Христиане пишут возмущенно. Затребовали с них денег, а у многих денег не было. Ведь для многих крестовые походы все-таки были просто паломничеством, где материальные интересы не состоялись. Они, может, присутствовали, но не реализовались. Никто бы от них не отказался. Вообще, снова это паломничество, это путь к храму гроба Христова. Он разрешил сохранить этот храм гроба. Все остальные, их было много, христианские храмы, тут же переделывались мечеть. Омывались водой, с розовыми лепестками. Считалось, что это очистит от ненужных идей. А вот храм гроба оставить. Он разрешил туда приходить паломникам за определенную умеренную плату. И вот то, что как бы даже он заплатил за часть паломников безденежных жадным генуэзцам, чтобы они увезли, а его брат добавил денег, это создает образ, конечно, трогательный. И вот, кажется, сейчас впадешь в это умиление. Ведь на самом деле... Слеза упала. Слеза упала. Да, я близка к этому. Но те же источники. очень спокойно и объективно для той эпохи сообщают о том, что, ну, во-первых, мы говорим, приход его к власти был сомнительным. Во-вторых... Мезурпатор. Скорее всего, да. Просто никогда это не признавалось открыто. Основатель новой династии Аюбидов. Все. Основатель новой династии. А где старая? Да. За новой династией всегда есть и чаще всего сомнительный уход предыдущих. Известно, что Саладин при всех вот этих вот чертах так хорошо вылепленных, причем в лепке он участвовал сам, я об этом не сомневаюсь, вот прощание, так сказать, с побежденными, это умнейший поступок, но неоднократно. Тех, кого он считал врагом реально, он казнил лично. Лично. Вот это не совсем для рыцарской морали удачный... удачный грань. Это показано и в фильме известном тоже. Баража де Шатейон. Да. Баража де Шатейон. В общем, историческая фигура абсолютно... И хроники описывают как раз, что Рожа де Шатейон и Гиде Лазиньян были в плену когда, и, значит, было очень жарко, и Саладин предложил чашу с водой Гиде Лазиньяну, и это означало, что он не может... Даже с шербетом, какой-то такой напиток особый. Но это означало, что он не может казнить его, потому что он в его шатре принял из его ругда. И когда Дорожа де Шатейон потянулся... Он тоже потянулся... Саладин выхватил меч и обезглавил его прямо в шатре. Он сказал, я тебе не предлагал этого напитка и обезглавил. То есть вот это... В своем шатре. А поганил просто. Полную идеализацию не вписывается. Наталья Басовская. Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так. Вот Михаил Махнев из города Кемерово спрашивает вас. А насколько существенно отличался кодекс рыцаря Востока от кодекса рыцаря Запада? Традиционно считается, что рыцарство в Европе вымерло с развитием огнестрельного оружия и экономики. Деньги сильнее чести. На Востоке же этого не произошло, как я понимаю. Почему, спрашивает Михаил из Кемерово. Они что, более духовные? Или более консервативные? Более догматичные? Кодексы? Очень интересный вопрос. Главное, говорящий о том, что человек читает, думает, что его интересуют по-настоящему глубокие вопросы, не имеющие однозначного ответа. Я, конечно, ни в коем случае здесь не претендую на все знания. Мне лучше известны кодексы западноевропейского рыцарства. Но свое мнение у меня есть. Западноевропейский, кодекс западноевропейского рыцарства во всех основных и главных параметрах не является противоположным к кодексу рыцарскому на Востоке. Там сочетается меч и вера. Совершенно как реальное, как гармоничное сочетание. И вот мы, образом говоря, критически отозвались, что сам рубил голову в шатре. Дмитрий нам напоминает, а как же насчет 230 обезглавленных храмовниках? И это было. Безусловно. Тем более, что храмовники были главной силой сопротивления рыцарей-тамплиеры. Они были очень воинственные и очень до конца, так сказать, держались. И он не был милосерден к ним, безусловно. Тем более, что великий магистр храмовников, ну, тамплиеров, заявлял о том, что клятва, данная неверному, не имеет значения. Ничего не значит. И эти клятва нарушались, эти перемирия нарушались, а Саладин в понимании того, что это предательство... Он был убежден, что он действует правильно. Так вот, в чем же, почему более живучим оказался кодекс этой чести на Востоке, как очень грамотно поставлен вопрос, чем на Западе? Тут, конечно, большой комплекс причин, я без деталей. Разность путей развития цивилизации. Средневековая Западная Европа, это, конечно, цивилизация вполне определенная, ограничившаяся сроком жизни тысячи лет. На Востоке, средневековая как цивилизация, жила гораздо дольше. И вообще Востоку эволюция в социальных процессах, экономических и духовных даже, гораздо больше свойственна, чем революция. Нет таких гигантских скачков, переворотов, как возрождение, реформация, как быстро и словно, даже умирание этого кодекса. Он умер во время Столетней войны. В этом я, фактически, он умер. Это рыцарский кодекс до середины 15 века не дотянул. Восток эволюционирует. Там сохраняется традиция центральной власти. Там мощные центральные власти, безграничные, сочетающие с духовными. Но ведь халиф – это и духовный лидер, и лидер политический в одном лице. На Западе, да, власть от Бога у короля, но вечно кто-то с этим спорит. Там никто не спорит. Там подданные и их властители, которые прямо слиты с вожеством. И вот в этой эволюционной системе развития и рыцарские кодексы, и явления нормативы рыцарского поведения умирают медленнее. Но где-то к 18 веку тоже умирают. Потому что это не вечная стилистика. Она свойственна определенному этапу развития. Правильно ли мы называем это средневековье на Востоке, я не уверена. Потому что средние века на Западе – века между античностью и возрождением. А там это просто этап цивилизационного развития. Но, может быть, для удобства мы правильно говорим. Средние века. Попал в историю. Эхо Москвы. Всё так. Вернёмся к истории Саладина и его антипода Ричарда и Львина и Сердца в школе кодекса рыцаря Запада. Антипода или друга? Да, антипода или друга. История с династическим браком. Который, кстати, между прочим, из романа в роман и в романе Вальтера Скотта «Талисман», о котором я уже говорил, там это дело проявляется. Должен был отдать Саладину свою сестру. Даже вот так. Иногда говорят брату Саладина. Вот мысль о каком-нибудь браке всю жизнь преследовала фигуру Ричарда и Львина и Сердца. Но никогда не удавалось. И есть другая параллельная версия, что вообще не могла удастся. Что вообще женщины его не интересовали. Что его, так сказать, ориентация была нетрадиционной. Другой. И он периодически даже в этом каялся, бичевался. Чего только здесь не нагорожено, каких только легенд. Но как всякое... Эти легенды должны были быть, должны были родиться. Почему? Для этой эпохи, средневековья, как мы условно его называем, свойственно считать лучшим способом любого политического договора, любого союза, любых отношений, какой-нибудь брак. И, как правило, это действительно оправдывалось, хотя не всегда. Случались перевороты. И, допустим, невесту, которая, предположительно, была направлена, отправляли домой. Так было в Англии, отправили невесту из Франции. Французы страшно негодовали во время Столетней войны. И вот эта вот мистика разговоров... Ну, отдать неверному. Это же все-таки... Это невозможно. Это невозможно было. Я совершенно убеждена, что это невозможно. Совершенно убеждена. А идея принятия другой веры, которая придет позже, ну, вот в России очень характерна, как у нас наши царицы русские, наши царицы принимали православие, уточняли там свои... Но все равно это, во-первых, это и то, и то христианство. К нам прибывали царевны, принцессы, христианки. И они конфессию уточняли только, можем сказать, в пределах одной веры. А вот неверу, неверную мусульманскую веру сменить на христианскую или наоборот, совершенно не допускаю. Но создавался этот миф, думаю, даже современный. Потому что он ложился... Вот это горизонтальные связи. Рыцари всех краев соединяйтесь. Вот мне часто хотелось бы этот девиз, применявшийся к пролетариям, не вполне обоснованно применить, к рыцарям. Их горизонтальная близость очень важна, важнее, чем вертикальная. Они должны придерживаться одной какой-то нормативного поведения, единого благородства. Все вот это красиво легендарно оформленное. И тогда не важно, кому ты служишь. Но религия вносит и в эту горизонтальную связь очень большое уточнение. И чем труднее была судьба Иерусалима, тем сложнее были возможны эти связи и контакты. Ведь на самом деле, кто там был прав? Или сегодня, допустим, даже такую дикую, скажем, мысль. Да никто и не может быть там прав. Потому что у каждого там своя правота. Это древнейшая, запутанная история о том, кому принадлежат эти земли. Которая продолжается. Она вечна. И мне кажется, что она никому не принадлежит, эта земля. Мне давно пришла в голову эта мысль. Она какая-то божья, божественная. Ментально связанная с мыслями человечества. И попытка людей решить ее как-либо политически всегда была и всегда будет неудачной. Ведь Иерусалим возвращался потом под власть христиан на недолгое время. Примерно на 15 лет. Во время шестого крестового похода. Кажется, вот оно, счастье. Снова мы вернули. То, что мы утратили там, где целовали следы христа, где рыдали. В 1228 год возвращается. В 1244-м снова потерян. Нет Саладина. Но дело... Дело его живется. ...имначное. Продолжалось. Потому что под ним была могучая и экономическая, и политическая, и духовная основа. И Саладин умер сразу после третьего крестового похода. Очень скоро умер. Умер естественным образом. Никаких предположений о том, что его смерть была как-то не такова, нет. Но после его смерти в его державе, как всегда, после таких сильных личностей, безумный распри. Отчаянная борьба претендентов на престол. Одна ветвь. Вторая ветвь. Родня его дядюшки. Его собственная родня. Распад. Это нормальные времена. Восток переживает то, что мы называем в нашей истории феодальная раздробленность. И чем крупнее была личность, на время державшая земли под железной своей рукой, дланью, тем обязательнее были эти распри после ухода человека из жизни. Но не из истории. Наталья Басовская. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так. Продолжение следует.